Заметки Электрика Уже по 40-50 лет доблестно несут свою службу по защите электрических цепей от повреждений Узнаете данные автоматы? Наверняка у вас в щитах стоят аналогичные, ну или им подобные BDS или AB25 Вот у нас BDS 6320 В принципе они все однотипные и очень похожи Еще есть VA16, вот такие вот Тоже зачастую встречаются В общем это так сказать легенда автомата E1031 Производитель город Тирасполь Ну во-первых хочется сказать, что если автомат вас не беспокоит, не отключается без какой-либо причины То это не значит, что он исправен и готов защищать ваши линии Может запросто случиться так, что при возникновении короткого замыкания или перегруза в цепи Он просто-напросто промолчит, что может привести к печальным последствиям Ведь столь долгие годы эти автоматы никто не проверял И надеяться на гарантированное их исправное состояние как минимум глупо Во-вторых в плане защиты автоматы E1031 разделяются на две разновидности Одни в своем устройстве имеют как электромагнитный, так и тепловой рассыпитель Их обозначают индексом 1, например E1031-1 А другие имеют в себе только тепловой рассыпитель Их обозначают соответственно индексом 2 Как в моем случае E1031-2 УХЛ-4 это уже климатические исполнения И вот мне в лабораторию от одного из заказчика попали вот эти три экземпляра Ну соответственно я и решил прогрузить их И заодно вам показать какие результаты при этом получатся Итак, поехали! В общем, как я и говорил, у данного автомата отсутствует электромагнитный расцепитель То есть вот у нас имеется лишь биометаллическая пластина Вот она, это регулировочный винт И вот у нас происходит включение То есть включился автомат, отключился Контакт сам силовой находится Вот не знаю сбоку, будет видно, не будет Вот замкнулся, разомкнулся, замкнулся, разомкнулся Такая вот простая достаточно система Теперь пробежимся немножко по время токовой характеристики данного автомата В общем, при токе 1.25 кратного от номинального Время срабатывания должно составлять свыше 270 секунд При токе 1.5 кратного от номинального Время составляет в пределах от 80 до 1000 секунд То есть вот это у нас линия Вот это Здесь вот И вот это 1000 Вот эта конкретная характеристика дана для 40 градусов Цельсия В общем, здесь имеется у нас кривая для расчета поправочного коэффициента Предоставленная производителем Так вот, я рассчитал При температуре воздуха 30 градусов Поправочный коэффициент составит 1.062 Соответственно, 16 амперный автомат умножаем на 1.062 Получаем 16.99, ну или 17 ампер Решил я прогружать эти все автоматы током трехкратным и десятикратным То есть если будут какие-то проблемы с автоматом Будут какие-то подозрения, что он не отрабатывает должным образом То тогда, в принципе, можно прогрузить и вот одну из этих точек Ну а пока начнем с трехкратного и десятикратного При трехкратном токе время срабатывания автомата должно находиться в пределах Ну примерно от 8 до 25 секунд Вот в этом диапазоне При десятикратном токе Это у нас 170 ампер Диапазон срабатывания автомата должен находиться в пределах от 0.3 до 0.6 секунд Ну посмотрим, как сработает у нас наш автомат В общем, у меня все наведено, все готово 51 ампер, поехали Вот время пошло Оп Отключился Время составило 10,1 Даже не ожидал от него, если честно, такой Прыти Так, 170 ампер, поехали Оп 375 миллисекунд То есть это 0.37 секунд Что соответствует время токовой характеристики Отлично Давайте еще раз Ради интереса Отключился Время составило 0.39 секунд Замечательно В принципе, по данному автомату можно смело сделать заключение, что он соответствует своей время токовой характеристике Итак, на очереди у нас второй автомат Так, и сразу прогружаем его трехкратным током То есть 51 ампер Все у меня наведено, все готово Поехали Оп Автомат отключился Время 4.46 А должно находиться где-то в пределах от 8 до 25 секунд Давайте еще раз попробуем Так, автомат немножечко остыл Я его перевзвел И пробуем еще раз Поехали 51 ампер Оп 4.86 Ну, тоже чуть меньше Чуть меньше А теперь посмотрим, как он себя поведет при токе 170 ампер Поехали Оп Отключился Время 289 миллисекунд То есть 0.28 секунд Ну, в принципе, уложился, можно сказать Так, давайте еще раз Поехали Поехали Оп 0.26 секунд По данному автомату Неудовлетворительное заключение То есть, да, он отрабатывает Вроде как бы срабатывает Но срабатывает достаточно быстро То есть у него уже разрегулировался С длительным временем эксплуатации Тепловой рассыпитель Ну, третий автомат я решил все-таки Прогрузить Проверить Током полутора кратным От номинального Так, ради интереса Посмотрим, что из этого получится При полутора кратном токе Это будет у нас Значение составляет 25,5 ампера Ну, все Время у нас пошло Ток 25 Ну, даже 26 вот этот ампер Ничего страшного Так, ну вот Уже прошло Более 1000 секунд То есть верхний предел По времени срабатывания Как видите Автомат у нас Не отключился Да, автомат сильно нагрелся То есть Его время превысило Допустимое время срабатывания А теперь я дал автомату остыть Ну, порядка 15-20 минут И продолжаем его прогрузку Только уже трехкратным током Ну, все Время у нас Оп Автомат отключился Время 13.62 Данный автомат у нас Отключился по норме Итак, 170 ампер Поехали Оп 0.69 секунд Чуть больше, чем положено Давайте еще раз Ну вот сразу же 0.57 Ну вот Даже сравните Обычные модульные автоматы Да, да, у нас Они при 10-ти кратном токе Отключаются Примерно там 8-7 миллисекунд Некоторые даже По 6 миллисекунд То есть Здесь же у нас 575 миллисекунд Что в 100 раз Дольше То есть 0.5 0.57 секунд Ну, это так Информация для размышления В принципе В принципе Наверное С натяжечкой Можно Сказать Что он Соответствует Время токовой Характеристики То есть При 3-х кратном И 10-ти кратном Токах Он Срабатывал По соответствующим Нормам Кстати Эти автоматы Еще пойдут В работу Ну, за исключением Второго А это Мой экземпляр Который я нашел В своих запасах Ну, а теперь Давайте посмотрим Как происходит Отключение Изнутри Так сказать Автомата Как будет нагреваться Наша Биметаллическая Пластина И воздействовать На вот этот Рычажок И соответственно На вот этот Расцепитель Видите Взводится Он как назад Вот Расцепитель Собачка встала А потом Обратно Оп Автомат Включился Еще раз Давайте Отключился Давайте С этой стороны Посмотрим Ну, вот В принципе И все Кому Понравилось Видео Обязательно Ставьте лайки Обязательно Подписывайтесь На мой канал Заметки Электрика Ну, а с вами Как всегда Был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч